Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как прочитывать все сообщения, которые вам приходят, чтобы не пришло вашему собеседнику уведомление о прочтении. Ну, на самом деле здесь есть пара способов, которые я знаю. Это внутри самого приложения и с рабочего стола. То есть, с рабочего стола, начнем с того, с этого. Если вам пришло какое-либо уведомление, вам нужно отрубать Wi-Fi. Вы отключаете Wi-Fi. Вот. И вы можете нажать, по крайней мере, на того человека, который вам там что-либо прислал, не важно. Либо же это какое-то сообщение было здесь или здесь. Вы нажимаете на прочтение, там смотреть. Вы его прочитали, но уведомления не будет этому пользователю. Еще раз, уведомления не будет о прочтении. Это я образно показываю. В этой студии, конечно, не будет никаких показов, но все же. То есть, это один из классных способов, который действует именно так. То же самое это действуется и в приложении. Когда вы зайдете в приложение, увидели сообщение, вы сразу же отключаете интернет. Вай-фай, либо же это будет проводной, не важно. Вы нажимаете на само сообщение, вы его читаете и выходите обратно. Опять включаете интернет, оно будет так и висеть, все непрочитанным. И все, это чисто для вас такая вот фишечка будет, чтобы знали. Все. Ну и, конечно же, есть стороннее приложение, которое действительно тоже вам смогут в этом помочь. Вы можете так само читать без прочтения, там писать, чтобы не показывало и тому подобное. Все эти фишки, которые там что-либо не показывают. Вот. Но это те приложения, а точнее те способы действующие, которые действительно работают без Wi-Fi. Отключили, прочитали и никакого уведомления не будет. Вот и все. Поэтому подписывайтесь на канал, оценивайте видео лайками, либо дизлайками. Подписывайтесь на мои соцсети, которые все будет закреплено ниже под видео в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok